МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстан экспортировал 25 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, а импортировал 41 тысяч тонн на общую сумму 125 миллионов долларов. Снижение налоговых поставок, говорят специалисты, позволит повысить экспортный потенциал предприятий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Новшество даст толчок к развитию рыбной отрасли. Сейчас в регионе большинство предприятий сферы занимаются рыболовством, поэтому львиную долю экспорта составляет сырая рыба. Теперь, думаю, ситуация изменится. Снижение налогов будет способствовать росту объёмов экспорта и развитию производств, занятых глубокой переработкой рыбы». Новый год для белорусов начался с изменений. В силу вступил новый налоговый кодекс. В Беларуси бюджетники будут зарабатывать больше. На 7,5% увеличился размер базовой ставки. Это значит, что различные доплаты. К основному заработку учителей, врачей и медиков станут выше. На 17% увеличился размер семейного капитала. Он составляет около 30 тысяч белорусских рублей. На эти средства могут претендовать многодетные семьи при рождении третьего ребёнка. Воспользоваться ими можно для улучшения жилищных условий, лечения или же когда третьему ребёнку исполнится 18 лет. Появился новый вид налогообложения для самозанятых и фрилансеров на профессиональный доход. В перечне около 40 видов деятельности – от торговли кондитерскими изделиями до разработки веб-сайтов. В казну нужно будет заплатить от 10 до 20%. Цифра зависит от годового заработка. Для уплаты нужно скачать мобильное приложение. Выросла и минимальная заработная плата. Министерство финансов Люксембурга и Бельгии разрешило временно разблокировать активы российских инвесторов. Правда, срок лицензии на возврат активов ограничен. Неожиданно хорошая новость для российских инвесторов дала облегчённо вздохнуть почти 5 миллионам деловых партнёров из России и крупным западным компаниям, включая Amazon, Netflix и Alibaba Group. И крупные компании, физические лица оказались в одной корзине в июне, когда Евросоюз ввел санкции против крупнейшего хранителя ценных бумаг России. По оценкам Центробанка, общая сумма замороженных средств достигает 6 триллионов рублей. Правда, экономисты не знают, радоваться такой разморозке или нет. Срок на вывод активов ограничен. Национальный расчётный депозитарий ведёт учёт прав собственности российских ценных бумаг. Ими владеют инвесторы и по ним проводят расчёты по сделкам. Ещё это промежуточное звено хранения активов, которые торгуются на московской и санкт-петербургской биржах. Сейчас брокеры ведут консультации с юристами. Но эксперты подчёркивают, что не все смогут вывести свои активы из Люксембурга и Бельгии. Разморозка активов российских инвесторов ниже с доброй воли. В Люксембурге и Брюсселе стремятся восстановить торговлю и движение капитала. А ещё и обезопасить себя от уплаты процентов по тяжбам, которые уже идут. Сложность, наверное, в сроках и в том, что плохо кто-то понимает процедуру. Потому что на прошлой неделе мы получили ответы. И ответы, на самом деле, теперь диаметрально противоположные. И истории теперь с Бельгией и Люксембургом совершенно разные. Если мы говорим о Люксембурге, то это дедлайн жёсткий 7 января 2023 года, когда мы должны не только подать заявление, но также успеть и вывести свои активы. Если ваши ценные бумаги остались в депозитарии, которые санкционны. Такая проблема действительно есть. И в этом случае кажется, что воспользоваться, например, текущими лицензиями Люксембурга и Евроклира будет практически невозможно. Зрители вернулись в кинотеатры во Франции после ковидных ограничений. По оценкам Национального центра кино и мультипликации, по итогам минувшего года было зарегистрировано 152 миллиона посещений. Это примерно на четверть ниже показателей до пандемии. Но позволяет киноиндустрии с оптимизмом смотреть будущее. При этом во Франции наблюдается более активное восстановление, чем в США, Южной Корее и других стран. Для привлечения публики парижские кинотеатры пытаются разнообразить программу и подарить необычный опыт просмотра. В минувшем году жители Франции отдавали предпочтение небольшим залам вблизи дома. В то время как все меньше зрителей приходят в кинотеатры в больших торговых комплексах. Эксперты киноиндустрии отмечают, что американские фильмы привлекли больше зрителей, чем французские. Семь лет назад мы открыли наш кинотеатр, чтобы люди приходили сюда посмотреть лучшие фильмы года. Все в одном месте. И для нас 2022 год стал сюрпризом. Это третий лучший год с начала проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова